Искусственный интеллект, блокчейн, электронные паспорта, цифровая трансформация не про далекое будущее, а про то, что нас ждет уже сейчас. На заседании Высшего экономического совета обсудили планы и стратегии цифрового развития Чувашии. Перейдет ли регион полностью на электронные услуги? Когда сотовая связь появится в отдаленных населенных пунктах? И какие новые технологии ждут республику? В вопросах разбиралась Анна Центовская. Технологии упрощают жизнь. Сейчас в республике реализуется 128 проектов стратегии цифровой трансформации. Они охватывают сразу 17 отраслей. Здравоохранение, образование, промышленность, транспорт и многие другие. Мы перевыполнили в три раза в прошлом году те показатели, которые были нам установлены для региона. Вот там, так называемая цифра 18%, но по сути мы их перевыполнили практически выше 50%. И в этом году ставим еще более амбициозные задачи, несмотря на те ориентиры, которые нам ставятся, чтобы могли достигнуть, до 70%. Увеличить долю социально значимых услуг, доступных в электронном виде, и нарастить вложения в отечественные решения в сфере IT. Вот главные цели. В Чувашии могут получить развитие блокчейн-технологий и свои цифровые финансовые активы. Цифровые сервисы, цифровые инструменты нам позволяют, с одной стороны, очень быстро собрать объективные данные с различных процессов жизнедеятельности, как региона, так и страны. Очень быстро их проанализировать, сгруппировать, ну и, конечно же, выработать эффективные решения по дальнейшим действиям. Тем не менее, в республике все еще остается проблема с сотовой связью. На территории Чувашии 573 населенных пункта, в которых проживает менее 100 человек. В такие села и деревни ни один оператор сотовой связи попросту не проводит интернет. Подключают ФАП или подключают образовательную организацию. А дальше эту сеть нужно развести, так называемую, последнюю милю до домохозяйства. Так вот, за счет инициативного бюджетирования можно будет теперь по домохозяйствам развести распределенную сеть по поселку, для того, чтобы интернет зашел в каждый дом. Свои идеи по цифровизации Чувашии предлагали представители крупных российских компаний. Так, Ростелеком не только продолжит строительство базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах, но также готов реализовать другие технологические проекты. Например, внедрить единую национальную платформу видеонаблюдения. Экологический мониторинг. Контроль качества медицинских услуг. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Вывоз лусора и заполненность свалок. Любые задачи, будь то наблюдение за строительством, за работой службы или вопросы безопасности, она может решить там порядка 200 детекторов разных, которые настраиваются под конкретную вашу задачу. Такое считается, что один из самых прорывных наших продуктов может позволить, не вкладывая деньги в инфраструктуру, уже использовать то, что построено. Чувашия может стать центром создания новых IT-технологий. У республики одна из лучших стратегий цифрового развития. Такое мнение высказал специалист из Москвы. Сейчас, когда огромное количество IT-компаний релацировались, большое количество сотрудников, даже из Яндекса, сейчас находятся не в рамках нашей страны, то у Чувашии есть абсолютно уникальная возможность стать центром компетенции по развитию искусственного интеллекта, по разметке данных. В текущих условиях важно внедрять цифровые решения в ускоренном режиме. Это поможет сохранить рабочие места, а также создать новые услуги и продукты, доступ к которым закрыли санкции. Анна Центовская, Сергей Емельянов, Республика.